Начинаем ремонт шлюза. Вот пришлось мне сейчас топориком тут. Взяли с собой инструмент, обрубить доски, которые привезли. Вот. Марина Христенко здесь накладывает. Дети подносят. Помаленьку попал ведерко. Это так огородка сохранилась, остальное все разломали. Это умышленно так сделали, боялись, что дамбу сорвет. Так, соломкой здесь притрясли. Так, принеси эту толкушку и протолки где она. Просто насыпала. Бери ее туда. И прям крепче долби. Дядя Володя устанавливает столбы, которые должны быть выше того, что там. Хоть немножко. Бей пока. А когда маленькие, короткие, мы их здесь, прям в этот забьем. Все. Так. Заострил Володя дома еще. Видишь, какие хорошие. Это у нас сегодня четверг, 21 июня. Так, солому подожди вот сюда ближе. Вот здесь вот в угол. Вот видишь, что не хватает. Подожди, прося. Он сейчас положит и туда землю сыпь. И сразу ее придалбливай. Уровень должен подниматься. Положи ее. Ну, положи и придави больше-то. Положи ее, придави. Чтобы полностью туда земля не попадала. Клади туда прямо рукой. Больше, еще больше. Сыпь. Ну, что ты такой бестолковый. Ты прям, что с тобой сделалось-то? Такой парень был в прошлом году. А сегодня нынче рот раздинул. Что ты? Так, земли сначала. Больше соломы сейчас туда дай еще. А ты сыпь туда землю. Прямо ему под ноги. Только не в сапоги. Так, разворачивай сюда с этим, соединяй с этим-то. Ты почему такой? Ну, ногами расшевели ее. Подвинь эту глину-то. Глину вот так. Ладонь долби со всей силой, чтобы видно было, что тут мастер работал. Так, хорошо, забей, крепко. И сразу начинаем поднимать. А потом мелкие, которые останутся, можно вверху добавить. Долби. И ты подсыпай землю, Глянь, гляди. Не стар, подожди маленько. Ты просто охватывай, что мы делаем. Делаем дамбу. Где это у тебя солома-то? Солома-то рядом, заваливай скорее. Обдалбливай. А ты стоишь даже, долбишь в другом месте. Нам около воды надо скорее валик создать. Так. Прося, вытряхивай из мешка солому. Помоги ему снова валик сделать. Сейчас. Ты подходи к этому, как человек, от которого зависит дальнейшее. Вот так. Не сыпят, а прямо комками туда ее толкайте. Соприкосновение с водой. А вот вода идет, такая, конечно, мутная. Ну, сейчас начнем делать. И вон она. Пожалуйста, сломалась. Ну, пока ничего мы не можем другого сделать. Главное, в этом русле узеньком. Не на весь лог. Ну, а здесь она идет по камням и заворачивает и уходит, ничего не размывая. Скотина сюда попасть не может. Для нас это тоже важно. Ну, а вода, вон где была, сначала ринулась. Ниже, ниже забивай. Сзади, как у тебя идет, старая. Стоп. Почти все, еще маленько. Вот так. Ну, а эту можно потом в середке-то обломить ее. Подолби по ней, она уйдет, отломится. Чтоб не торчало. Вот эта вот-то. Доска гнилая. Да. Ножовку дать? Не, не, не. Что он туда шликнул? Все. Так, сейчас мы начнем еще ближе возводить стенку и с той стороны стенку. А потом сразу перекроем внутри. Где вода тещет, не трогать пока. Что-то нету больше? Еще нету. Свой-то. Дров-то нету. Вот так, прям выбирай все это, копай. Не залазь в самую. Так, два ведерка. Так, маленькие положи пока, Володя. Когда дальше поднимем, тогда забьешь. Ты-то на той стороне стой, мы тебе сейчас будем перекидывать мешки. Вот так, укрепи. Все, пока, я перехожу туда к вам на работу. Люба, радостно тут быть. Сегодня у нас 21 июня 2018 года. Продолжаем. А? Сапог можно. Сапог. Ну, конечно. Продолжаем работать здесь на шлюзе. Уже вода прекратилась. Вон она. Взяли 6 мешков соломы. Оказалось, мало. Вот. Игнать, значит, взял ребятишек. Сейчас не пошел, а соку сейчас будет лопатой скашивать. И они будут таскать. Потому что надо повыше поднять, чтобы на все лето хватило. До самой зимы. В этом году вообще изобилие травы. Тут обычно травка небольшая такая, ну, что на полянке. Наверху как. Засыхает она. А тут вообще дожди идут частенько. И густое все. Сейчас. Теть Марина нашла карасика небольшого. Вот такого. Поймала там в умутке. Какого? Умутке. Ну, карасик, рыбка такая есть. Ну, да, карасика. Какая? Ну, такая. Вородя, вот так вот она. Руку убери, не надо. У меня она переворачивается в руках. Сил не хватает. А ну-ка, попробуй ты. Она должна как литовка идти. Литовку-то не взяли. Ну-ка, попробуй. Хватит? Ходи. Сторону. Пониже, уйди оттуда. Ты наклонись, Володя. Чтобы горизонтально у тебя шло. Соломы, сена не хватило. Сейчас мы рубим камыш и тут сосокой. А потом собрать. Отойди. Вон махает. Держи, чтобы она не первая. Прось, а уйди. Лесо сразу растечет. Чего ты лезешь? Потом команда будет. Мы литовку не взяли, не ждали, что у нас не хватит. А тележка позволяла взять. А нам не хватило два мешка примерно. Я натащил ее, она как пила. Пониже бери, пониже. Чем ниже берешь, тем легче срубать. Даже с частью, пусть даже с корнем она будет выходить. Во-во-во, руби там дальше к камышам. И сразу сейчас соберете и туда тащите. Но домой-то идти за двумя мешками, это накладно. Ну вот там, видать, где первый мостик. Води-ка отсюда. Там сооружения какие-то должны быть, видать. А, еще приближать. У меня в руках все пляшет. Так, Володя, помоги мне собрать это все. Собирайте сейчас. Подожди-ка. Понятно, собирайте. Руками, как граблями. Не порежьте руки аккуратно. Рукавички можете надеть. Надеть можешь рукавички, а потом просушишь. Фрося, рукавичка была бы сподрущей, а ты их не взяла. Конечно нет. Еще никакая ты. Полина-то тоже не взяла. Ну, а Полина спрашивать нечего, она ничего не знает. А Нестор взял. Вот у меня в рукавичке, я с ними сплю. Круглый год. Лет пять насел, не нужно. Одна же идем в церковь, ехала машина-трубовоз. Ну и труба длинная, это метров 15, наверное. Уронили, поперек дороги лежит. У братья она там, мазуйте. А я в рукавичках. Вот они мне через пять лет один раз сгодились. Распусти пальцы-то и как граблями собирай. Ты сейчас, Володя, направь силу, он туда на камыши. Они рубятся легче и больше будет. Все, уходите оттуда. Собирайте все. Голь, говорит, на выдумку хитрая. А кто будет делать это? Все, опыта нет. Я вчера стал говорить, почему так. Кто-то один может унести. Иди, неси кто. Пускай там лежит, не трогать. Сейчас пойдем, сделаем. Просто унести. Для Полины тоже возьму. Вот не думали о косе, что они потребуются. Не хватило ума. А косой-то мы сейчас начихали тут. И целый воз. Ну, я взял оселок, взял. Брусок есть, значит, все. А если ты маленько наклонишься, не лучше будет? Нет. Разницы нет? А, на коленках вставай-ка. Можешь даже с маленькой землей чуть-чуть хватать. Вот так. Ну, в общем, тут все понятно. Поверачивайся к камышу, Володя. Больше, по-моему, там толку. Или нет? Просто утащил. Я пошел туда. К Марине. Почему разрушили сами деревенские? Они боялись, что весной пойдет выше, выше, и разрушит плотину, говорят. А нам выше не надо воды. Я заботюсь о рыбе. А им проехать надо. Сейчас первый мостик, вот, бутом надо уложить. Сегодня объеду всех поговорить, чтобы все вышли на работу. Марина, работяга. Тележечка наша. Ну, вот так. Володя, труженик. Вот он, я его приблизил тут. Ребятишки учатся. А в городе что бы он учился? Ничего. Телевизор, ругань. Сейчас показывают какой-то фильм. Скорсеза это. 460, кажется, только ругательных слов. За время фильма. Где-то 4, за каждую минуту около 4. Что-то такое вот. Страшное несуразное. Ему разницы нет, о Христе поставят. Смотрите, люди. Я посмотрел искушение, страсти Христовы. Папа сказал, будто бы, все как было. Как будто он там был. А я мне не понравилось. А почему, не знаю. Вижу все надуманное. Нигде этого не написано, что дорога его падала. Крест на него и прочее. Да он умер дорогой. А он был человек. Бога-человек. И здесь все страдало человечество. Вот это второй мостик. В моей жизни никогда до сих пор вода не доходила. То есть мы подняли уровень намного выше, чем деревенский был. Марина Христиенко с Украины. Вот дети теперь спустились туда и подбирают. Они знают, как растет осока, камыш, куда она годится. Шалаш делали. И на все это посягает прокурор. Какое имеет право. Других заставлять, чтобы уничтожили. Пять соток. Пять соток на навозной куче. Это вообще злодействие, злодействие творят. Уже это музей. Музей. Регистрации нет. Это музей. В частном порядке его не надо регистрировать ничего. Но я хочу вывести его на мировой уровень. Музей будущего. Как воспитывать детей. Слово музей, главное из двух слов. Муза детей. Интересно. То есть к слову музей только мы и относимся. А остальные это... Какое отношение там? Цветочки какие-то, бабочек. Это я первый мостик показываю, где мы были. Ну, Володя, как казак, только мелькает шашка. Вот он. Это вот сегодня мы еще тверг, 21 июня. Самый длинный день фактически. Завтра как раз будет нападение фашистской Германии на советский коммунистический рай. Рейх нападет на рай. Два змея схватились, как Аман и Мардахей. Вот я это хотел еще раз сказать прокурору. Роль Амана вам нужна? Нет. А зачем же делаете? Уверуйте в Господа Иисуса Христа и помогайте верующим. Вот они и идут. Вот она и Полина у места. Дорогой не роняй. Подхвати второй рукой-то. Держи крепче. Вот так. Чего ты так вольно себя ведешь? Это ценность такая. Весите туда. Я сейчас подойду. Туда дальше зайдите и положите. Туда. Туда. На камнях. Вот здесь положи. Во. Все. Отошел. Вот дети помогают. Мы подняли на сколько-то. Сейчас не мерил. Толстый метр. Тридцать-то есть. Сорок. Не хватило соломы. Пошли лопатой. Володя нарубил. И сейчас поднимаем камушки. Камнями укладываем. Вплотную. Этим. Не трогать. Там. А ты бери хоть все тут. И Марина. Я говорю. Давай. Бей со всей силой. Всей тяжестью тела. И они туда влипнут у меня. Камни. Видишь как. Уже поймали руками одного карасика. Марина поймала. И гальяна. Тут второй есть. Гатя Дихмич. Тут второй застрял. Что? Мойной. Тут второй застрял. Карасик. Ну ладно. Не надо. Не надо. Не надо. Камушки таскайте. Хорошо. Нам не надо отвлекаться. Это. Ты пока ходишь. Все камни эти выбирай. Иди туда. У Марина. Вон издалека. Которые камни. Помогай носить. Эту территорию всю надо уложить. Ну куда тебя поперло? Скажи. Залезла. Она наступила. Там же глянь. Я сказал. Иди по этой поверхушке. Метнулась туда. Сразу упала. Ты полное послушание являйся. Тогда у тебя не будет этих ошибок. Что там заметил карася? Вон там. Ну надо оттуда. Там маленький. Все. Ладно. 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 Пускай. Вон туда его в воду пустить. Да. Вот вода. Выровень тут будет подниматься. Я сейчас не знаю сколько. Сантиметров 30 еще надо подняться. Даже 40. Это заметно. И сверху долбить камень. Видите как в деревне все делается. Ну-ка. Подожди-ка. Я пройду туда. Тут на солнце снимаю. Ничего не видать. Темнота одна. Вот у нас девица тут. И проси. Вот бери. Сейчас. Вот эти один ряд. Внизу который камень. Все. А остальное можно не трогать. Не вытаскивается. Не трогать? Не трогай. Все. Уходи. Вот отсюда берите дядя Володя. Приносите. Забейте этот. Все, Марина. Забивай. А потом, Володя, вода когда падет поверху, будет туда падать вниз. Там надо камни наложить будет. Ну да. Вон те вверху как-то собрать. Давайте. Вдавливайте. Всю эту зелень заложите камнем. Вон как далеко видать. Это только рукав. Соединительный. А само озеро намного больше. Я даже могу сходить туда показать. Дать объяснение. Носи. Носи. А это там деревья растут, которые потеряются. А вон даже крыши видать. Вот там видать храм. Не надо по одному носить и сами. Вы просто стоите так. Бери камни и носи. Не надо передавать-то. Некуда руку протянуть. Бок о бок задевают. Эти камни все отсюда выбрать. А там не трогать, которые вплотную к этим стоят. Так, Володя, я отойду сейчас. Вы потом найдите камни. Можем он оттуда было поднять, если можно. Глянь. Собирай. Слышишь, нет? Да, да. Если оттуда. Вот сюда вот под самый корень прям пробить их, чтобы они упали и задавили. Слоя в два. Ну, это хотя бы на полметра камней набрать туда. Толстых, здоровых. Так, теперь меня пропустите, я уйду, озеро покажу. Это называется второй мостик. Ну, тут я вырос, ловили рыбу, но воды вот сколько сейчас никогда не было. Никогда. Почему? Техника. Мощный бульдозер был. А это все насыпанное было, легко брать. Сегодня такая легкая работа. Охота сегодня всех собрать, потеряя. И вон, где первый мостик. Вот оно. Там дно уложить буду. Я решил пройти и показать озеро. Это не рядом. Вот рука заворачивает. Надо пройти. Тут мы всегда рыбачили. Те годы тут было крещение. Вот когда снимки, фильм снимали, кажется, второе крещение Руси, это здесь все снимали. Малашин Юрий Николаевич, царство ему небесное, режиссер. Его назвали Мозг. Вот выдру увидал. Замерла. Это называется у нас не выдра, а ондатор. Вон она поплыла. Все, нырнула. Нырнула. Тут у ней, конечно, жилище какое-то есть. Я его могу найти, где она, поймать ее. Вот она нырнула. Пошла под водой. Ну, непонятно только, где она вынырнет. Это вот, которую воду мы сейчас сохранили. Это я специально пошел, что показать. Видите, как этот рукав, соединительный канал, как назовем его, как он расширяется. Тут купаться можно. Красивое дно. Милости больше, чужих людей нет. А раньше знали, что мы купаемся. Приходили, били бутылки и стекло бросали. И мы не могли без особой обы укупаться. Ну, злодейцы, неверующие. Неверующие – это слуга сатаны. Будь он президент, прокурор, разницы нет. Дети дьявола хотят исполнять похоти отца вашего. Говорит, ложь, говорит свое. Ибо лжец отец лжи. Всякая ложь от дьявола. Напишут инструкции один. И он не виноват. Инструкцию дал Гитлер. Но эти-то в ГУЛАГе погибали немцы, остальные. Здесь это немало не помогло. В Афгане воевали русские. Ну, меня послали. Не ходил бы, дома расстреляли. Чем в плену. Вот так. Вот теперь мы увидели сам второй мостик, где. Вот она. Вот она. Ну, какая тут глубина-то? Ну, 4-й метра есть, наверное. И вот там, где мы пломбы ставили, там видно. У меня тут не видно. Руки трясутся. Но все равно можно там понять, увеличить. Вот. Гагара плавает. Откуда взяла щайка? Утки. Видите, тут климат другой. А там он был, бригада. Колхоз назывался наш Новая Заря. А там бригада Новозоринская. И Новая Заря бригада. Это отдельно. Ну, ничего. Отец мой, инвалид войны, там дежурили зимой. Зимой там никого и не было. Ну, топили по очереди. И у нас был очень большой, большой кобель. Марс. Какой породы, я уже, конечно, не знаю. Но могу сказать, что очень сильный был. Мы в сане запрягали его, и он как теленок вез. Верхом на нем катались. И два волка были. А там собачка-жучка. Он ее, видимо, любил. И они, как ухватили, дернули, шкуру с нее содрали сразу. Как он с ними схватился, один с двумя волками. Волки, конечно, ушли. Его поранили немного. Это второй мостик. А вот это Новозоринский околок. И вот 10-го примерно на октября, в 98-м году, этот околок спалили. А там гнезд было всегда. 10-12 грачиных гнезд. Пасеку туда увозили. Справляли там день деревни и все это. А потом все это сожгли. Наши очень любили лес. Отец был объездчиком. А корченские все везде выжигали. Дома-то у них рощи никакой нет. Вот возвращаюсь назад. Ну и все, пока.